Хей! Как дела, друзья? С вами снова Морская Свинья, и это игра Шива Кошерная Эдишн. В общем, это игра Ваджетай Геймс первая, первая у Дэйва Гилберта. И она про евреев, сами понимаете, потому у неё такое название. Но почему я её взяла? Потому что, во-первых, это первая игра, интересно, что такого тут будет. Я не поняла, какая-то проблема. Гой пришёл к Равину Моиши и спросил, почему Равина всегда отвечает на вопрос на вопрос? На что Равина Моиши ответила, почему нет? Смешно. В ночном у неба Дан Манхэттен никогда не выиграть наград. У меня там немного отключилось до этого. Какие-то проблемы с Бэндикэмом у меня теперь уже. Ну что же, тут будет Роза, Блэквелл, какое-то камео. Мне просто интересно, что это будет вообще. Что вот, что хотел донести Дэйв Гилберт своим первым созданием игры? Несколько звёзд выглядели зеленокими и отчаявшимися. Я олавливаю связь. Вроде там тоже про какие-то спешспособности. Мне просто понравилось, что она на русском. Иногда грань между спасением и проклятием довольно тонка. Я больше не знала, на какой стороне я. Надеюсь, что те, кто скажет, что я не имел никакого права находиться здесь. Возможно, они правы. Я сомневаюсь, верно ли то, что я делаю. Но я совершенно уверена, что я знаю, кто я есть. Шива. Это, получается, мы в меню вошли только. Вау. Титры, режим кибибит. Приколы? Не, ну приколы давайте не будем сначала сразу с приколов начинать. Как говорится, сначала мы немножко эту. Попробуем посмотреть, что за сюжет у этой игры. Она не очень популярная вообще среди всех ваших GTI Games игр. Но, сами понимаете, я фанат, я обязана и я хочу. Все. Но из немногочисленных прохождений, которые я находила на ютубе, у нее хорошие отзывы. То есть люди как-то говорят, что она клевая, она интересная. Несмотря на то, что, можно сказать, тема у нее достаточно узкая какая-то, чисто про евреев. Но мне кажется, почему бы и нет, как бы, что-то узнать новенькое. Все началось, как и многие начинания, с пения. Интересно. О, отлично. Игра вылетела. И что это у нас интересно значит это? Так. Называется, поиграли. Заработала! Заработала! Все, все получилось. Его последняя никем не услышанная нота затихла в полупустом зале синагоги. Как и сотни раз до этого, я был готов начать речь. И как сотни раз до этого, я и начал думать, зачем. Кто-то заснул. Спасибо, Кантер Каппл. Сегодняшний просьбе я хотела бы поговорить о страдании. Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? Везде, где есть боль, угнетение или нищета, вопрос всегда один. Как Бог мог это допустить? Так ли Бог хорош, мы думаем? Может ли он на самом деле совершать зло? Может быть, иногда он даже наслаждается, причиняя боль? Да кто там дрыхнет-то? Я пристально осмотрелся вокруг себя. Я... И тут меня ударило. Нет. Я не могу. Простите. Рабби? Ты слышал? Что? Ступайте домой, миссис Раймер. А может это Розанжело Блэкл? Уже конец, да? Рабби, подожди, вы не можете так поступить. Конечно могу, и поступлю. Но... Все кончено, Джош. Вы ведь это несерьезно. Послушай, ты славный юноша, у тебя хороший голос, хорошее будущее. Он правда неплохо поет. Не смей тебя больше заверживать. Ступай, тебя ждут добрые дела, и вызови такси для миссис Раймер. Я... Прощай, Джош. Голос такой у него знакомый, как будто уже он озвучивал кого-то, да? В Аджетайгеймсе. Но не Джоуи, но не Джоуи. Вроде бы. Хотя, может, и Джоуи. Но вроде нет. С давних времен религиозные лидеры рано или поздно становятся периодетическим выбором. Но нравственность и моральные черта не означат, если их не подтверждает личный опыт. Тук-тук. Прогнать прочь, ответить себе вычет, ответить требовательно. А-а-а! Точно, там несколько концовок от того, если это... Понимаете, как мы будем отвечать на людей? Давайте требовательно. Мы в плохом настроении. Оставьте меня в покое. Я больше не оказываю слуг. А, ну, видимо, такое ощущение, как будто пофигу. Как мы ответим? Прошу оставить меня в покое. Уходите. Повторение, оказываю слуг. Я сказал, уходите. Иду, сейчас открою. Видимо, пофигу. Не, ну, на самом деле, выглядит неплохо, даже сейчас. Там ему самое место. А что за диплом? Кого? Мой диплом об окончании Ешивы в ней брит. Неужели это было 30 лет назад? Джош приобрел его на одной из распродаж. И, согласно его словам, он перевернет мою жизнь. Это еще не произошло. Но я еще и, как бы, не держу... Ну, типа, не перехватывала дыхание мне. Это окно открывало захватывающий вид на продуктовый магазин через дорогу. Можно открыть, чтобы... Нет? Нет? Не, ну, кстати, квартирка-то неплохая. Здесь я храню старые записи. Там ничего не достойного внимания. Поднимите курсор вверх, экран, чтобы открыть ваше меню и... Инвентарь. Какие мысли у него? Ноль мыслей. Как у меня в субботу. Раби, Разл, Стоун, Бенейл, Бензоин. Наверное, я все невравильно прочитаю. Некоторые слова на идише. О-о-о. А почему тут большинство какие-то это? Оскорбительные. Псих. Полезный человек. Мамзер. Небеш. Шива. Траур. Шикса. Нееврейка. Йента. Хлопатун. Гой. Нееврей. Или Гоум. Мешуга. Или Мишуга. Может сохраниться на всякий случай. Да, ок. Сохранение 1. Сохранилось? А, то есть оно не сохранилось, что ли? Один. Ай, фиг с ним. Видимо, не сохраняется. Ну и ладно. Коробки с небольшим запасом вина для церемонии Кидуш или Кидуш. Как бы сильно мне не хотелось откупать одну из бутылок, момент не совсем подходящий. Мое собрание раввинских текстов, молитвенников, иудейских книг и романов Гарри Кемельмана. Я не хочу ничего читать. Считаю горы счетов. Что мне с ними делать и платить? Выход. Мне нравится, как он отвечает. Очень все прям это... По-простому так. О, кажется, я велел тебе отступать домой. Раббит Стоун, здесь пуститель. Скажи ему, что его проваливало. На сегодня службы нет. Нет, это... Коп. А? Детектив Сэм Деркин. О, боже. Это он. Что он тут делает? Вы его узнали? Он из розы. Блэквилл. Сэм Деркин вон тот. Офигеть. Но он уже тут был. Капец. Но у него голос другой немного вроде. Саркастичный ответ. Давайте саркастичный мы типа немного поржем. Это свободная страна? Да, да. Еще один комик. Вот он как был таким же и остался. Можешь погореть или нет? Помните, он с розой ходил? Джордж, ты можешь идти? То есть, возможно, у этого раввина тоже суперспособности. Потому что, не знаю, он всегда там что-то с суперспособностями связан. Полагаю, вы не заисповедите. Вам знаком мистер Джек Лаудер? А должен? Я здесь задаю вопросы Раббе. Хорошо, дайте подумать. Лаудер. Лаудер. О, вы знаете его? Да? Что вы можете о нем рассказать? Он был одним из прихожан. Было и сейчас. Нет, лет восемь назад она покинула паству. Почему все это? С тех пор вы с ним не общались? Нет, не общались, а стоило. Но вы читаете газеты? В последнее время нет. Значит, вы не в курсе Раббе с того, что Джек Лаудер мертв уже трое суток? Я изо всех сил старался держать себя в руках. Мне знакомый этот тип людей. Его взгляд блуждал по моему лицу, словно сканер штрих-кодов. Попытки прочесть мои эмоции, чтобы любую дрожь, любое поддерживание позже использовать против меня. Нет. Вы беспокоены? А должен? Отвечайте, Стоун. Нет. Так значит, вы с мистером Лаудером не были близки? Нет, не были. В чем, собственно, дело, Даркин? А я вот Дуркин называл. Или Даркин. Завещание Лаудера. Он оставил вам значительную сумму. Невозмутимо, недоверчивый ответ Равина. В чем смысл ответа Равина? Давайте оборвать ответ Равина. Он оставил мне деньги? Это шутка? Вы разыгрываете меня, детектив? Нет, я не шучу. Насколько значительную? Я не знаю точной суммы, но что-то около 10 тысяч. Вздор. Я говорю правду. Джек не дал мне и гроша, не говоря уже 10 тысяч долларов. Так что уже вдруг Рабби Стоун? Он просто не мог. Курит в помещении. Вообще просто. Выгнать бы его. Ладно, он на улицу нас курил, но тут это место видало лучшие дни. Так ведь, Рабби? Вы не слепой. Уже это наверняка. У вас есть средства на ремонт? Я. Рассерженный ответ. Резкий отказ. Ответ Равина. Мне нравится ответ Равина. Это, в принципе, тоже резкий достаточно такой ответ был. Что такое резкий отказ? Рассерженный ответ. Вот ответ Равина. Разве похоже, что они у меня есть... Знаете, ответ Равина, это самый какой-то истеричный ответ. Я просто спросил... А, вы просто спросили. Я тоже просто попрошу вас уйти. Их, может, скорее, пока вас не ударило дверью. Рабби Стоун. Покиньте мой офис. Послушайте. Нет, вы послушайте. Я знаю, что все это значит. И мне это не нравится. Я просто делаю свою работу. Да, вы сам добродетель. Идите прочь. Хорошо, я ухожу, Рабби Стоун. Но я еще вернусь. I'll be back. Ни на минуту не сомневаюсь. Мы с ним одинаково одновременно сказали. Калуро-то вообще-то... Блин, а Роза-то как тут окажется? Здесь у меня тоже придет такая. Здравствуйте, вы знали Лаудера? Поц. Поц. Дождь за окном выстукивала беспорядочная стаката. Но я слышала только одно. Джек Лаудер, Джек Лаудер. Имя словно откупарило мою память, дав волю мыслям и вспоминаниям, которые боролись и воевали за первенство. Джек Лаудер. Это было больше, чем просто имя. А, кстати, почему, например, меня давно не было. Я не записывала видео, а все, что выходило до этого, например, как-то Creepy Tale, это старое. Потому что у меня была операция по коррекции зрения. То есть теперь я вижу единицу. Я вижу 100%. У меня было вообще зрение минус 6, на самом деле. Это была жопа, на самом деле. Ну, правда, плохо. А сейчас вот уже прошел почти месяц, и я вообще круто все вижу. И теперь, я думаю, может, с Вепкой снова снимать. Потому что, на самом деле, если честно, мне не нравилось снимать, потому что у меня очки, оказывается, были слабые слишком. Я плохо видела. Экран. И тем более, как я выжду на камеру, тоже не видела. И меня это раздражало. То есть я вообще плохо все видела. И поэтому для меня было проще записывать без Вепки. Типа чисто просто смотреть вот так в экран. Вы же не видите, как я тут скрючено сижу. А сейчас я могу хоть, не знаю, блин, отъехать тут. Ну, конечно, микрофон не даст. Так далеко отъехать. Это была ниточка к временам, когда вещи были проще. Так что, если кто, там, не знаю, сомневался или боялся, то ничего не бойтесь. Но это не страшно. Это даже не больно. То есть сама операция не больна. Это потом больно. Ну, конечно, как бы ваше дело. Может, кому-то вот кому нравятся очки. То есть вот кому нравится линза ходить. Мне просто надоело, что линзы постоянно тратятся очень много. Я просто каждый день в линзы ходила. А деньги-то, как говорится, не резиновые. Временам, когда я думала, что все для себя понял. Временам, когда мораль и этика что-то значили. Временам, когда это все еще не превратилось в дерьмо. Мне нужно подумать. Так что вот так вот. И вот, получается, это мое первое видео после лазерной коррекции зрения. Потому что до этого я... Было больно вообще, на самом деле, долго сидеть в компьютере или вообще там что-то делать. Монтировать вот эту всю фигню делать. Это же все-таки занимает часа три-четыре. В одну точку смотреть. И сейчас уже нормально, как раньше все. Так, ну можно выйти за дверь или мне тут надо подумать? Раби. Не, мне нравится игра. Она клевая. То есть вообще... Ну же, Раби. Что все это значит? Резкий отказ. Давайте правдивый. Я с этим не хочу ругаться. Мне нравится. Детектива была ко мне несколько вопросов. Вот и все. Так кто был убит? Джош. Что я тебе говорила о подслушивании под дверью? Я не подслушивала Раби, честно. Просто вы вели себя очень громко. Так кто же был убит? Кто такой этот Лаудер? Недовольный ответ, недоверчивый. Ответ? Равина. Хотя, я думаю, знаете, он его просто пошлет на три буквы за этим ответом. Ну ладно, давай ответ Равин. Ты так считаешь? Да, кто же еще? Я слышала, как вы о нем говорили. Хм. Мы, должно быть, говорили слишком громко. Ну, да. Так кто же он? Старый член нашей паства. А, как ужасно. А, верно. Это случается и с лучшим из нас. Вы собираетесь объявить Шиву? Не думаю, что Шива будет здесь уместно, Джош. Почему? Шива только для еврейских семей. Ну, теперь я знаю, что такое Шива. Я думаю, вы тоже будете знать. Просто надо быть хорошо, как вы желаете. Думаю, я пойду. Да, спокойной ночи, Кантор. Най, Рабби. Десять тысяч долларов. Еще двадцать минут назад я смирился с поражением. Банк уже был готов взыскать за долги собственности и ничего не мог поделать. Деньги Джека все изменили. Синагога в ней Бен и Зионе сможет продолжить принимать прихожан. Я не хотел бы увидеть, как труд всей моей жизни превращается в торговый центр или автостоянку. Неужели Бог ответил на мои молитвы? Извечный вопрос. Что есть дело рук Божьих и что есть дело рук человеческих? Эти деньги, без всякого сомнения, были как мана небесная. Но это кровавые деньги, и я сомневаюсь, что Бог мог так поступить. Мне это не нравится. Совсем. Зачем, Джек? Почему я? Почему сейчас? Говорят, Бог помогает тем, кто сам себе помогает. А я не сделал ничего, чтобы получить эти деньги. Нет, я не верил. Вдруг мне вспомнили слова Кантера. Шива. Я не могу обидеться без приглашения. Но я не могу обидеть Шиву. Это единственный способ. Ну, я так делаю, и ничего не происходит. Может, надо какую-нибудь другую кнопку зажимать? Я правую зажимаю. Записи стираются каждые несколько лет. Если я хочу получить информацию с Джеки Лаудрик, то лучше поискать где-то еще. Ну, в компьютере, я думаю. Джош установил компьютер несколько недель назад. Заявила, что мне пора влиться в 21 век и стать частью сообщества. Джош Назойлева пыталась усадить меня за компьютер. Полагаю, сейчас самое время им воспользоваться. Если только вспомнить, что Джош использовал в качестве моего логина и пароля. О, Господи. Тут явно на английском надо будет писать. Может быть, Шива? Нужна подсказка. Нужна подсказка. Может быть, Раби? Блин, а как Раби по-английски пишется? Гарри Кемельман. Может быть, Гарри Кемельман? Блин, а Раби как пишется вот реально? Я же не знаю даже. Может быть, вот так? Гарри? Гарри? Кемель. Ман? Гарри Кемельман отсутствует. Не, ну я Раби какой-то там. Как меня зовут вообще? Может быть, все-таки словарь надо использовать? А, вот визитка. Рабби Разел Стоун. Рабби. Рабби? Ясно. Сейчас попробуем. Рабби. Так, наверное. Ну, в смысле. Разел... Или вот тогда. Разел Стоун. Рассел Стоун или Разел Стоун? Рассел Стоун. Может быть, Эр Стоун? Рассел Стоун. Рассел Стоун. Рассел Стоун. О, о, о. Класс. Эр Стоун. Что ключ? Подсказок для пара Олях? Лопатун. Все, поняла сейчас. Янта. Я поняла. Спасибо. Здравствуйте, Раббл Рассел Стоун. Пожалуйста, выберите нужный раздел. Юмор. Мойша разговаривает со своим психиатром. На днях мне приснился этот странный сон, говорит он. Я увидела свою мать, но у нее было ваше лицо. От волнения я проснулся и не мог больше уснуть. До 7 утра все размышлял об этом. Потом встал, сделал себе тост и кофе и пришел к вам. Помогите мне поднять значение моего сна. А психиатр после долгого улучшения отвечает. Один тост и кофе, и вы называете это завтраком. Очень интересно. Мазалтов, поздравляем. Добро пожаловать, равное от Нью-Йорка. Новейший способ собрать евреев в единое сообщество. Наши возможности еще малые, но они растут. Вот список, что насыщение мы можем предложить. Раздел почты позволяет отправлять получателю игровую почту. Раздел поиск позволяет искать информацию в базах данных архива, еврейских новостей и событий членов сообщества. Всем нужен успех. Выберите нашу раздел юмор, соответствую подборку еврейских анекдотов. От лица всей команды равнет. Мы благодарим вас за присоединение к нашему сообществу и за то, что делаете его сильнее. Приветствую, Робистоун. Я настроила вашу учетную запись. Надеюсь, все будет работать. Вы можете изменить пароль, если заходите. Большинство выбирает девичью фамилию, матери или жены. Но подумал, что это более подходящее. Ха-ха. Уже вера, Робистоун. Я благодарю преданной последовательницей Бней Бензиона много лет, но я больше не могу посещать ваши сомнительные мрачные проповеди. Для евреев сейчас достаточно тяжелые времена. И без вашей соленарады. Прощайте, Лиза Шварц. Лучшие игры и развлечения. GTA Games. Но это на WhatJetayGames. А, это WhatJetayGames.com. О, это so cute. Робистоун, прошу меня извинить, но не я, не моя семья больше не сможем удовольствоваться вашими услугами. Ваши последние проповеди так сильно расстроили детей, что больше подали нас несколько часов, чтобы их успокоить. Что с вами происходит, Джереми Брукс? Да, Робби, с ума сошу. Для нужд по защите вашей сети связываюсь с Томом. О, это опять Тома этот. Он всегда. Последнее предупреждение. Свидеть с многочисленными просрочками платежей и выдавляем вас, что ваша поставка электроуслуг будет прекращена, если сумма общего долга будет 525 долларов, не будет погашена до 21 апреля. По возникшему вопросам против обращаться в офис. Робби, с Томом, я пыталась сохранить веру в вас, но очевидно, что вы становитесь все более неуравновешенным. Вы называете себя ли евреем? Нашему народу нужны лидеры. Сожалеем, Сара Эйплбаум. Каму, Раслел Стоун. Настоящими удаляем вас, что на вашем счету общая сумма кредита составляет 1893 доллара. Непонятно, короче, бабки нужны бабки. Блин, а как его звали? Джек Лаудер, да? Надеюсь, я правильно. О, отлично. Зачем я вышел? Я идиот тупой. На этом мы закончим умозаключение. Ладно, я опять там зайду потом. Как выйти отсюда? Этот шкаф был переделан во временной качек Торы после того, как последний у нас украли в 1996. Не знаю, оно как будто бы не сохраняет. И что это такое? Ну, четверка, например. О, теперь сохранил. Класс. Хоть что-то. Прочный, надежный. По нему хорошо стучать, если пробелить пошла не так, как надо. На нем ничего не было. Кантор оставил на аналое свой молитвенник и певческую аннотацию. Может, можно взять? На всякий случай, как говорится. Мне не нужны вещи Кантора. Все, выходим. Не, игра клевая. Ну, как вы не знаете, ребят, мне нравится. Как вам? Пишите потом. О, боже мой. Это мы здесь? Да, это мы вот тут. Мы поедем сюда. Это роза. Я буду везде говорить. Это Роза Блэйквилл? Где Роза Блэйквилл моя? Главное, мы нашли камео того, кого я ждала. Миссис Лаудер? Да. Я слышала о вашем муже. Я пришел выразить соболезнования. О, вы знали Джека. А ты обязательно за человека, чтобы оскорбить о нем? Да, блин, я ответ Рамина тупой этот ответила. Думаю, что нет. Хорошо, проходите. Блин, я хотел честно ответить ей. Я... Извините. Не в том, что в плане, что Рамина тупая, а просто там ответ реально тупой был. Прошу меня извинить, у меня знакома ваша лиционная. Я никак не могу вас вспомнить. Как ваше имя? Если я хотела получить ответ, ей стоит узнать, кто я такой. Обычная тактичность. Вот почему ответ Рамина получается самый не очень ответ среди всех. Честно. Меня зовут Раби Расселстоун. Ваш муж был моим прихожанином. Ну вот, хотя мы что-то нормально ответили. Теперь я вспомнила. И вам хватает наглости приходить сюда. Я сожалею о том, что произошло. Вы сожалеете? Рад это слышать. Джек был бы рад услышать, что вы сожалеете. Ему уже все известно, миссис Лаудер. Ну, слишком поздно, Раби. Слишком поздно. Чего вы хотите? Равинский подход. Сказать прямо, я думаю. Я просто хочу поговорить о Джеке. Поговорить. И вы пришли в надежду на дружескую беседу? Я... О, молчите. Молчите. Блин, надо было все-таки две травины. Не могу поверить. Надо было две травины. Он лучшим сектом был бы. 8 лет назад вы вышли на нас из своей синагоги. А сейчас вы решили прийти сами? Все было совсем не так. Тогда как же все было? Я хотела бы знать. Возможно, это плохая идея. Возможно, вы правы. И тем не менее, вы пришли сюда. Почему? Обвинительный подход. Нет. Прямо. Ко мне сегодня приходил полицейский. Полицейский? Да. И что он сказал? Что я первый в списке подозреваемых. Серьезно? В этом есть смысл. У кого еще есть мотив, как не у Равина, который вас ненавидит? Равинский подход. Почему вы думаете, что я ненавижу вас, мисс Слаудер? Хватит. Обязательно делать это здесь и сейчас? Всему есть время и место, Раби. И оно не сейчас. Послушайте, я не испытываю ненависти. Вот именно. Джек ненавидел вас. И этого достаточно. Мисс Слаудер, если он так на меня ненавидел, почему он завещал мне 10 тысяч долларов? Мне кажется, он ей даже не сказал. Это невозможно. Я сказал так же. Джек не мог этого сделать. Это какое-то безумие. А вы уверены, что так оно и есть? Мне сказал ты полицейский. Я недолюбливаю полицию, но у меня нет повода не доверять ей. Мисс Слаудер, если Джек меня так ненавидел, почему он оставил мне столько денег? Я... Я не знаю. В этом нет никакого смысла. В том, что он сделал. Кто мог убить Джека? Он был хорошим человеком. Да, хорошим. Молчите, вы и понятия не имеете, каким он был. В полиции нет других зацепок? Кроме вас, никаких. Как он был убит? Не понимаю, каким образом это касается вас. Я, ну... Стою любопытство. И желание побочь. Помочь? С чего это вам захотелось помочь? Я не знаю. Возможно, я... Хочу загладить свою вину, и эгоист чувствую вину. Загладить свою вину, я думаю, будет вернее всего. Возможно, я пытаюсь загладить свою вину за то, что произошло 8 лет назад. С чего вы нет? Почему бы Райанин не поиграть в детектива? Вы хотите взяться за расследование Робби Стоун? Я не против. Мне придется задать вам несколько вопросов о том, что произошло. Почему вы не спросите полиции? Я подозреваю, что со мной говорить ей не станут. Хорошо, хорошо. Спрашивайте, что вы хотите узнать. Открытое достижение? Вежливой? Остался вежливой? Воспитанного? Убедила Рад Шри. Молодцы! Потому что я чувствую, если отвечать всегда по-ровински, то просто все люди будут нас ненавидеть потом. Как погиб Джек? Его застрелили. Прямо в голову. По словам полиции, с близкого расстояния. Мне очень жаль, миссис Лаудер. Он был в салоне, работал допоздна. Это все, что я знаю. Чем занимался ваш муж? У нас был собственный бизнес. Отлием одной одежды. Поселена одежда высокого качества. Рыбашки, булузки, брюки. Я шила, а он продавал. Ваш бизнес был прибыльным? У нас все было в порядке, подначало было трудно, но несколько лет назад у нас все наладилось. Обычно мы работали с бутиками, а недавно страничились с Мэкис, и секс тоже стал нам интересоваться. Что будет с отеля в дальнейшем? Вы возьмете все правильное на себя? Думаю, у меня получится, не сразу, конечно. И уж точно в другом салоне. Я вас понимаю. Скажите, где находится ваш салон? Зачем вы хотите его осмотреть? Делать не навредит. Это безумство. Вы действительно хотите его осмотреть? Да. Что ж, если вы хотите взглянуть вперед? Если обычные полицейские не смогли ничего найти, а это не значит, что не сможет раввин. Бродвей, здание... Ну, понятно. Вы зависите от зеркала? Да, вы ведь так поступаете, верно. Да, верно, но... Я знаю, я не еврейка. Возможно, я поступлю неправильно, но я чувствую, что так нужно. Я права, Рарри? А вроде же все завешивают окна. Нет? Просто я думала все. А это только евреи, что ли, делают? Ну, вроде же, как бы и... Христиане. Утешительный ответ. Трактический подход. Ответ раввина. Утешительный. Вы поступили правильно. Спасибо. Вы справляетесь, мисс Лаудер? Да, насколько это возможно. Как называется ваша компания? Ателье Мод Шарминг. Шарминг? Согласна, немного странное название, но он взят не просто так. Ателью моей семьи Шарма. Аааа! Это Нишанти Шарма! Очень мило. О, господи, это Нишанти Шарма. Это ее... Это ее эти, как это? Родственники. Постоите свои мысли. Раби Стоун, да? Тогда 8 лет назад. Сейчас вы не можете сказать, почему? Вы с Джеком были счастливы? Да. Мы были счастливы. Тогда мои мотивы не имеют значения. Это что такое? Это что значит? Я не поняла сейчас. Это что, какая-то романтика? Замешана тут. Все, мы идем в Шарминг. Шарминг. Ой, как прикольно. Не, ну неплохие локации интересные. Стойка для одежды была пуста. Возможно, миссис Лавдер все убрала. Короче, ломай стойку. Манекен Портнова. Я был не настолько чаян, чтобы рассаживать на пропеведях манекенах. Аскизная доска была единственным напоминанием, для чего был предназначен этот пустейший салон. Я мало в этом разбираюсь, но, по-моему, это была юбка или большая рубашка. Красивое место, кстати. Сможет, что-то вентиляции? Нет? Не забыть цветы на годовщину. Сейчас иметь пароль. Шарма, может быть. Я на русском пишу, что ли? А, да, я на русском пишу. Джек Фотт с возвращением Джек Лавдера. Выберите один из раздела. Финансы, почта. Давайте финансы посмотрим. Там было множество чеков, выписанных на имидж Джо Демарко. Интересно, кто он? Джо Демарко? Бродвей. Так, Бет Сиква, он тоже ей членские взвносы. Джо Демарко какой-то. Это не разумение, я выясню. Давайте с самого начала снизу, чтобы это... Здравствуйте, Роббистоун. Прошло много времени, я надеюсь, верно указал адрес вашей почты. Не сомневаясь, в удивлении читала эти строки. Я и сам не знаю, зачем я пишу. Я часто думаю о том, что вы сказали. Это до сих пор отмощает меня, но я могу понять ваши мотивы. Посмотрев на нас, вы сказали, нет ничего хуже, когда евреи отворачиваются друг от друга. Я помню ваш взгляд. Полный презрения, словно мы были последними тварями на земле. Я люблю свою жену, Роббистоун. Она поддерживает меня во всем, и я ни о чем не жалею, ни о чем кроме вас. Я ненавидел вас все эти годы. Я ненавидел вас. Мы оба. Я стал сочетом другой общины, раввин, который согласился нас обвенчать и попытался забыть вас. Но когда я оказался в беде и нуждался в поддержке, я не знал, к кому мне обратиться. Вы назвали меня предателем, вы по-прежнему так считаете. Я видел предателей, я видел, как евреи отворачиваются друг от друга. В этом нет ничего хорошего, это ужасно. Я не такой, как они. Время охладило мою ненависть. На вас она повлияла также? Мне необходимо с вами поговорить. Я чувствую себя, словно мне снова 12 лет. Мне предстоит бар митцва, и я ищу помощи в Торе. Я понимаю, что женат не на еврейке, и не каждую неделю посещал храм. Я всегда соблюдал кашрут, и не делал всего, что положено. Но я всегда знал, что я еврей. Разве этого мало? Я не представляю себе раби. Я никогда не забывал, что я еврей, Джек Лаудер. А он, значит, неправильно написал. Он перепутал буквы, ну, значит, ну как? Я не понимаю просто, зачем ты сделал это, парень. Ты перепутал две буквы буквально. Мистер Лаудер, здравствуйте. Вы все еще ожидаем от вас денежного периода. Ваша продукция занимает место в нашем складе. Просим вас перечислить деньги как можно скорее, иначе нам придется от нее избавиться, Кенни. Ок, я вытянул тебя все это. Мне тебя и выпутывать. Я встречаюсь с Джем Д. Джома Д. Д. Марка, да, сегодня вечером. Не выписываю ему больше никаких чеков, пока не скажу. Если он хочет играть по-жесткому, то он связался не с теми парнями. Сомнительная сделка? Хм, с этим стоило разобраться. Позвони мне срочно, нам надо поговорить. Привет, привет, готовая модель опять забракована. Она может что-либо сделать нормального. Мы просто найдем кого-нибудь еще. Не забудем, мы сегодня уже голд в Уотерсах. Лебю Радж. Твою счастье тебе не подвелось. Эта сделка что-то не так. Все денежные переводы ушли в разные места, а никто из получателей не выходит на связь. Как к бухгалтеру, мне это подозрительно. Мне надо прониковать, Джек. Я докопаюсь до дна. Увидимся вечером в синагоге. Как поживаете? Ваш товар упакован и готов к отправке. При получении от вас подплаты мы будем отправлены на ближайшем рейсе. Все очень странно. Ставки необычайно высокие. Выясню. Опять Тома этот дурацкий. Привет, партнеры. Закончила выигрыш в какой-то рубашке. Я отправлю копию на фабрику, чтобы они сожили образец. Угадаю, что я их достала. Потратила битый час в интернете. Начала билеты, к тому же возле сцены. Встретимся в офисе 6. На этот раз никаких взрошений. Люблю. Это недоразумение, я выясню. Джо Де Марко, да? Де Марко. Вы можете комбинировать догадки, перетаскивая их друг на друга. Спасибо. Джо Де Марко. Это должно быть оно. Открыто сегодня умный. Объединил две улики. Я хочу Джо Де Марко найти. Где моя? О, господи. Да блин, вы что-то прикалываетесь? Так, как там хлопотун будет? Не, ну это тупо очень. Йента. Ай, Йента. Мне кажется, может, тут вот так. Угу. Так, значит, по-другому. Угу. Слишком много таких, Джо. Может быть, надо вот так? Пойдемте с женой тогда поговорим. Где мне еще Джо Де Марко этого найти? Итан какой-то еще. Итан. Давайте сохранимся. Игра маленькая, насколько мне известно. Мне нравится. У нас сохранение начались с цифры 4 просто. Ну, я видела, люди ее за час вообще проходят. Я, конечно, не то чтобы это. На скорость играю, но... Просто, если она маленькая, то что реально затягивать на две серии? Одну будем играть. Ну? Миссис Лаудер. А, это вы. Ходите. Он знакомый с Джо Де Марко? Джо? Джо? Джо. Да, я его знаю. Он был один из первых наших инвесторов. Он вложил деньги в шарминг? Да. Почему он понадобился инвестор? У нас не было достаточно денег, чтобы начать бизнес самим. Все банки считали, что мы идем на большой риск. Поэтому привели к частному капиталу. Вы лично встречались с Джо? Финансовая сторона руководил Джек. Но мне известно, что он не нравился Джеку. Это почему же? Он не говорил, просто недолюбливал. Но мы были на грани отчаяния, так что у нас не было выбора. Как они нашли друг друга? Их познакомили. Кажется, в синагоге. В синагоге? Так, Джо Де Марко еврей? Возможно, а что? Де Марко не совсем еврейское имя. Эм, чего? Но это довольно интересно. Джо еврей. Если бы был какой-то делал человек по имени Итан. Итан, Итан. Имя знакомо не вспомню. Не жаль. По правде, не особенно ладил с финансовой стороны дел. Он причастен? Трудно сказать. Вы знаете что-нибудь в встрече Итана Ге с Джо Де Марко? Итан Ге? Имя звучит знакомо, но не могу вспомнить. Не жаль. Вы серьезно думаете, что Джо Де Марко еврей? Я уже говорил, не имею представления. Так, Джо Де Марко еврей. Но мы не можем найти его в еврейской массе. Возможно, Де Марко это не еврейская фамилия. Как мне узнать тогда? В смысле, как они связаны? Джо Де Марко и Джо Еврей. Может, они встретились в синагоге, в которой он в ту ходил? Как она там называлась? Бет-тиква-х-тиквах. Бет-тиквах. Сейчас попробуем. Бет-тиква-х. Я на зюзь запоминаю. Мне лень писать просто. Вот сегодня я так и думаю, что мне записывать? Так, ааа, я забыла. А, отлично. Отлично. Хоть не вышли с этот раз. Так, адрес. Замечательно. Синагога-боттиква. Отлично. Все. Едем в боттикву. Я пока съем конфетку. Огромное оригинальное витражное окно освещает синагогу из потолка. Ну, мы все в порядке. Я не могу верить, что они просто оставили здесь. Они должны быть тысячи. Тупо сидят и завидуют, как говорится. То, что у них все так круто, а у нас все через одно место. Так, Джон Сильвер и, я не знаю, это из Острова Сокровища кто-то. И Голдберг. Что-то знакомое, знаете, как будто тоже есть благородство. Возможно, я уже выдумываю себе. Где розочка моя любимая? Где моя любовь? Я ради нее в эту игру играю или нету до сих пор. Я уже этого дуркина увидела, блин. Что, синагоги сейчас розы будут сидеть? Да? Вы главный раввин Беттиква. Имею честь быть. Что я могу сделать для вас, мистер... Раввин. Раввин Стоун. Кто бы мог подумать? Раввин для Раввина всегда найдет время. Что привело нас в нашу скромную синагогу? Скромненькую? Хо-хо-хо. Раввинский ответ. А давайте Раввинский с ним. Вы знаете мистера Джеклаудера? Я должен знать мистера Джеклаудера? Легкомысленный ответ. Это интересно, какой у него будет. Давайте ответ Раввина с ним. Не думаете, что вам стоило бы знать Джеклаудера? Почему вы так думаете? Он разве не был членом вашего прихода? А был? Вы не знаете свой собственный приход? Должен ли я узнать всех? Видите? Раввин отвечает Раввину вопросом на вопрос. Амос разносился ангельской улыбкой. Вы закончили? Думаю, да. Замечательно. Он был членом вашего прихода? Он умер несколько дней назад. Именно. Похороны были вчера. Признаться, даже не знаю, где нынче моя голова. Вы проводили церемонию? Да, его жена настояла на этом. Теперь знает? Можно спросить, почему вы интересуетесь мистером Лаудером? Раввинские причины. Личные. Он был другом. Действительно? Близким? Нет, думаю, что нет. Джек был членом Байк Тихо, а не... Как восстанавливается ваша синагога? Я не говорил. Виноват. Что вы можете рассказать о мистере Лаудере? Боюсь, ничего, Раби Стоун. Мой приход достаточно великий, а мистер Лаудер редко посещал службы. Я верю, что мне нужно говорить вам, что это такое. Разумеется, нет. Имя Дамарко, что это значит для вас? Дамарко? Да. Звучит по-итальянски. Кроме этого, ничего не могу сказать о нем, извините. Вам известно именно Итан Гэ? Итан Гэ? Это его имя? Просто инициал, насколько я знаю. А, но боюсь, ничего не приходит на ум. Да он какой-то несговорчивый. Вы знаете ли, что имеете в встрече Итана Гэ с Джо Дамарко? Если честно, я без понятия, кто такой Джо Дамарко. Боюсь, что мой ответ нет. Джо Дамарко было бы остаться в этом храме? Дамарко? Что думаете, что это имя еврейское? Я знаю. Трудно сказать. Понимаете, трудно следить за каждым членом прихода. Он был вестер в команде Джека Лаудера. Это что-то значит для вас? Я не знаю. А должно? Нет, думаю, что нет. Он что-то скрывает. Мы так ни к чему не придем просто. Что делать теперь? Люди. Может, и опять с ним поговорить? Ладно. Ладно, я уйду. Но я вернусь. Не, ну похоже, что только тут отсылка Нишанти Шарма и Дуркин. Все. А розы, видимо, нету. К сожалению, жалко очень. О, come on. Блин, надо еще раз посмотреть вот Итан Гэ. Итан Гэ, как говорится. Вот кто это такой? И что он точно делал? Потому что пока все размыто слишком. Не, ну мне нравится, конечно, такой подход. В принципе, мне кажется, надо научиться у евреев. Вот так вот как бы тебе задают вопрос, а ты такой вот так же ответ задаешь вопрос. И человек такой, ладно. Не буду. Типа с ним разговаривать. Итан Гэ. Итан Гэ. А, а если Голдберг висел бау. Не, ну это я точно не смогу запомнить. Я лучше это запишу. Подождите, Джо Голдберг. Что-то знакомое. О боже. Джо Голдберг это что ли? Это там, где Джо был? Ребята, я, может быть, уже забыла многое из Блэквелла. Но, возможно, это оно. Что-то знакомое очень. Фамилия Голдберг для меня. Кто, может, недавно пересматривал вот мое прохождение Блэквелла? И сейчас смотрят это видео, пожалуйста, напишите мне. Голдберг это фамилия Джо или нет? Потому что у меня такое ощущение, что это да. Вейзел Баум. Ну почему? Ну что за бред? Может, просто Голдберг? Может, что Голдберг сразу так написать? Голдберг. А-а-а! Я поняла! Смотрите, там же нам фотка была. Голдберг, Итан. Голдберг. Бухгалтер прогиб с теплым опытом триумфа. Я понял, что нашел толку, кого искал. Итан Голдберг из Баттиква. Жертва возможного уграбления. Был найден мертвым прошлой ночи над Миру Хилл. Снаружи бара Пэдди Охара. Мы, равн, это выражаем соболезнования друзьям и семье Итана. А может быть, Джо Сильвер? Нет, Джо Сильвера нету. Пойдемте спрашивать тогда про Итана Голдберга. Нет, ну, ребят, ну это точно. Это явно Джоуви. Но это не сам Итан, это Джоуви. Но там что-то у Джоуви было, я помню. У нее сначала спросим про Итана Голдберга. Итан, Итан. А еще, кстати... Ладно, потом скажу. Сейчас сюжет, потом я скажу вам новость еще. Входите, входите. Проходите. Не задерживайте очередь. Все, иду. Вы знаете Итана Голдберга? О, Итан Голдберг. Да, я знаю его. Кто он? Бухгалтер. Он убрал для нас сложный документ и вел на голодовую тщетность. Не был на день, просто как консультант. Поверьте, он причастен к этому? Уже нет, он мертв. Что? Когда он умер? Около одной или двух недель назад. Убит. О, боже. Что случилось? Это я и пытаюсь выяснить. Так, ладно. Пойдемте у этого спросим тогда. Не, там же Джон Сильвер, да? И Голдберг. Не, ну он не уйдет теперь. Так, сохранюсь. И пойду. Музыка прикольная. Не, ну, очень ламповая игра. Не знаю, мне прям так нравится, что-то вообще. Она прям как старая, добрая, любимая игра моя. Я надеялась, что вы сможете мне чего-нибудь рассказать об Итане Голдберге. Я знаю, он работал здесь. Итан? Какая трагедия. Этот человек трогал через сад для его сообщества. Это позор, что случилось с ним. Вы знали о его смерти? Конечно. Я сам организовал похороны. Я выяснил, что у Итана Голдберга и Джека Лаудера был совместный бизнес. Правда? Я не удивлен, Итан многим предлагал свои услуги. Он был волшебником с калькулятором, так говорили. Все? Это все, что ты мне хочешь сказать? И все? Ничего из этого вам не казалось странным. А должно было? Два еврея, и оба работают в одной фирме, и оба ходят в одну синагогу, убиты сразятся две недели. И третьего человека, которому может быть или не быть евреем, нигде не могут найти. Есть только две связи между тремя этими людьми. Первая – бизнес Джека. Вторая – синагога. Раббистоун, надеюсь, вы ни на что не намекаете. Нет. Дайте мне закончить. Люди во всем мире используют религиозное сообщество, чтобы организовать и вести бизнес. В этом нет ничего нового. Вы знаете, это Раббистоун. Если здесь и есть связь, то она касается лишь их бизнеса и никаких бэд-тиква. Я никак не хочу подрывать нашу репутацию. Я понятно выразился? Абсолютно. Я рад, что мы поняли друг друга. Теперь, извините, уже слишком поздно. Я понимаю. Я ухожу. Подождите, держите мою визитку. Открытие неплохой. Это плохая концовка? Если вы какие-то вопросы, спокойно напишите мне на электронный ящик. Я не поняла, это плохо? Ну, блин, а как там по-другому? Зато у меня открылось вот это место. Это не было похоже на художественную граффити. Это было просто нерешливое граффити в грязной аллее. Пойдемте в бар. Может быть, там Роза? А-а-а! Это она! Это она, что она тут делает? Она с ума сошла? Да фига она в баре стоит? Дурочка, что ли? Она что, с парнем мутит? А, нет, не к ней. Ну, ладно. Не, ну, понимаете, где, где я ее искала? В синагоге. Не знаю, в ателье модом. Ну, нет, она в баре сидит. Женщина, казалось, спела с кем-то желеную беседу, с кем-то, кого здесь не было. А-а-а! Она уже с Джоуи пришла сюда. Добро пожаловать в Нью-Йорк. Ну, как говорится. Давайте поговорим с ней. Извините. Эй. Она игнорирует меня. Кажется, она устала с пространства, но что-то чего там на самом деле не было. О, понятно, пошла ку-куха, поехала. Я постаралась ей помочь. Ну, такие, как она, в этом городе было, брод пруди. Роза, роза. Совсем уже, да? Ну, блин. О. Это она разговаривает с Джоуи. Нет, ну, конечно, классно. Бармен изучил свою территорию с такими выражениями лица, будто ожидал большего. Мужчина стоял у бары, и утустлые глаза смотрели на всю игру, и в то же время ни на что. Блин, моя роза. Вечер, да. Он похож на Квантин Тарантино. Как вас зовут? Реально, да? Слушай, не оставишь меня в покое. Похоже, это место, где люди меньше всего хотели, чтобы их беспокоили. Вы знакомы с Джоуи Дамарко? Конечно, знаком. Это мое имя. А-а-а! Правда? Да, и что с того? Вас было нелегко выслежить. Ладно, хиппи, ты нашел меня. Чего хотите? Какие у вас проблемы с Эдоном Голдбергом? Никогда не слышал о нем. Ваше имя словно в связи с его именем. Эдоном Голдбергов полным-полно. Джо Дамарко тем более. Часто имена. У меня ничего, так что ставь мне. Совпадение, у тебя ничего нет. Вы знаете раби Зеллига? Что еще за раби? Может, серьезно? Его настоящие намерения были господятны за пустыми секретными глазами. Хитрость, просто невежество, было трудно сказать. Его полным имя Амаз Зеллиг. Нет, извини. Что, если я с Джеком Лаудером? Не знаю такого. Короче. Он нас сейчас вы... Вы еврей, мистер Дамарко? Нет. Что значит еврей? Извините. Я счету рада с Джо Дамарко. Его глаза сузились, пили с меня гинжалами. Я решил не пытаться получить от него ответы. Но не было ли в этих глазах мгновение, когда ты что-то узнаешь? Вы знаете Джека Ладуэра? А, понятно. Нам никто ничего не скажет. Мне нужна информация об Эдоне Голдберге. Он убил снаружи этого бара. Знаешь что-нибудь об этом? Он посмотрел на меня взглядом, который козлечил. Намекнул, стоит ли мне задавать еще вопросы. Понятно. Короче. Может быть, выпить там, дать кому-нибудь? Что делать, Роз? Роза, может ты мне подскажешь? Роза. А я знаю, мы теперь сможем войти в почту вот только за этого мужика уже. Он же дал мне свою почту. Короче, бар тухлый какой-то, как вообще, я не знаю. Какой-то что-то Марко, блин, какой-нибудь Тарантино тут. Я не знаю, короче. Раб-биз. Раб-биз. Да, Раб-биз он. Все, сейчас на Раб-биз зайдем. Все будет чики-пуки. Так, выход из моего. Заходим в его. А пароль какой у меня? Питомец. Сейчас, секунду. Одну секундочку. Питомец. У меня нету питомца тут. Отлично. И кто тут питомец, извините меня? Кто-нибудь знает, был ли у него питомец? А давайте я попробую его найти сначала так. Так, Амос. Зелик. Адрес найден, да? Батиква, синагога. Амос Зелик переехал в Нью-Йорк в 1963 году вместе с женой Кайролы, собакой Доджером. А, Доджер, короче. Доджер, ага. С тех пор он стал одним из самых известных раввинов в городе. Его жены и собаки уже нет, но Батиква остается одним из кроменческих центров еврейского общества. Доджер. Доджер. О, здравствуйте, Раби Амос Зелик. Пожалуйста, выбейте нужный раздел. Почта. Так, ясно. Привет, Раби Зелик. Так, вы таки присоединились к 21 веку, а самое время хахам. Мазалтов и т.д. Просто хотел поздравить вас с очередной до щипательной прописи. Никто не мог оторваться от креста. Увидимся еще пятна, Джефф Коток. Уже, Раби Зелик. Я Джаред из еврейского ежедневника. Я слышал о ваших благотворительных акциях и был бы признательным, если бы вы дали мне интервью. Вы можете связаться со мной в любое время, Джаред. Раби Зелик, только что вернулся домой. Спасибо, что прилиг экскурсии по храму. Интересно посмотреть, как в большом городе все устроено. Ваша проповедь, как всегда, внушает благоговение. Вы правы. Времена с библейскими изменились, но люди, конечно, нет. Еще раз спасибо вам. А вас будьте уверены, что я не пропущу. Следующего раза, когда вы заглянете в нашу глушь, Дэвид Смол. Если капец в гости, начнет инвестора, с которым вы свели Джека, может рассказать мне о нем и... Йо, Раби, спасибо за билеты на Кис. Рад, что мы сработали с Тим. Я ценю, что вы делили время, чтобы выращивать нас. Мы были на нас мили, вынуждались в помощи, но я не могу не волноваться. Вы уверены, что этот инвестор процветает? У него есть средства, определенно, но у меня от него мурашки по коже. Но мы же деньги, так что я приму его деньги, но я надеялась, что вы сможете мне рассказать о нем больше, Джек. Если этот Голдберг наводит ненужный шорох, ты знаешь, как поступить. Офигеть. Джед и Марка. Получил ваше сообщение, если бы нам были проблемы, так что это не вопрос. Выданная связь, как полотая с ним. Раби, мне просто хотелось написать и сказать вам, какой замечательной была ваша служба. Мой друг вытащил меня в пятницу, хотя я сам и нечасто вхожу в храм. Я уже подписалась, у вас новый член. С сегодняшнего дня я буду посещать храм. С теперь мы же в следующей пятницу увидим Дженнифер и Сэдман. Спасибо, Раби Зелли, за прекрасно обслуживание моего мужа и Итана. Ваши добрые слова и чудесные анекдоты всех очень добрили, особенно меня. Как вы узнаете, Итан усердно работал для еврейского сообщества, и не в меньшей ли степени, либо как Тиква. Я уверен, он был очень счастлив, узнать, что его работа ценена. Элисон Голберг. Снова спасибо, Раби Зелли. Увидимся ранним вечером в пятницу. Раби, я пришла спрашивать меня о Итане. Я сказала, с кем он встречался, но они сказали, что это не важно. Не важно? Как это может быть не важно? Раби, почему вы ничего не предпринимаете? Я уверена, что он замешан в этом. Во что вы нас спутали? Раби Зелли, спасибо, что ответили. А мои вопросы, статья появится на следующей неделе. А-а-а, Розанжела Блэквелл! А нафига ты это писала? А-а-а, а, может, в первую часть мы что-то писали, да? Она же, ну, как-то сказать. Женщина непростая. Успокоиться? Итан мертв. Я боюсь за свою жизнь. Ваш так называемый инвестор требует больше угрожать мне и моей жене. Вы просите меня успокоиться? Как вы могли так поступить? Как вы могли впутать? Это такой кошмар. Не говорите мне, что вы ни при чем. Иногда я вспоминаю вас на службе по Итану. Такого святого и набожного. Мне хочется обливать. Я даже не могу сказать жене, так мне стыдно подумать. Как бы я был ослеплен жадностью, что не видела очевидного. Со Стоуном мне было лучше. Он был упрям и высокомерен, но, по крайней мере, ты всегда знал, на какой стороне. Осторожнее, Раби, я докопаюсь до дна. Не думайте, что все закончилось. Вы называете себя евреем? С вами не заскучаешь. Я получу сообщение. Дам вам знать, когда со всем разберусь. Сама я не еврейка, но Джек был очень набожным и чувствовал, что должна обеспечить ему подобающие еврейские похороны. Огромное спасибо за помощь и за ответ на все мои вопросы. Уберите, что Джек было и оценил ваше старание и заботу о приведении службы. Я собираюсь попробовать подготовить подавающую шиву. Буду рада, если вы зайдете и выразите уважение. Джеда Марка. А как можно вот... Может быть, вот так написать? Ой, Фемарка. Ну, я думаю, у нас новый адрес. Пойдемте к нему тогда. А, Мазелик. Продажная мразь. Это мы уже поняли. Не, ну мне нравится сюжет такой, как бы. В принципе, без сверхпособности. Я думала, будет сверхпособность просто. Э, а мы же его адрес вроде нашли. Не поняла. Ваше имя слой от снова, мистер Де Марка. На этот раз в нескольких письмах адресованы на грабе Зелику и... Так в чем дело? Это был не я, это был другой Джон. Ой, Ли. Смени пластинку, меня от этого уже тошнит. Это достать, чтобы издеть тебя, если я решу отправиться в полицию. Но ты не хочешь мне рассказать, что происходит? Джо Де Марка смирил меня взглядом. Его пустые высоченные глаза изучили мое лицо. Он нахмыл брови, потому что ты просчитывал про себя и наконец кинул. Хорошо. Хочешь поговорить? Давай поговорим. Только не здесь, иди за мной. Мне кажется, сейчас вот ножичком это будет немножко драка. Роза, беги! Что ты как дура там стоишь? Вот главное, нафига она сюда приперлась? Я вот не знаю сама, если честно. У этой женщины в голове загадка какая-то. У нее, видите, очки при этом специально одеты, чтобы не видеть ее... Не. Что-то мне не нравится это. Сейчас кинется, что ли, под поезд? Вы разве не тех людей, Раби? Нет. Нет! Я вижу. Нет! Ты наемный убийца. Я подозревал, что ты не дурак. Ваши люди увезли глубоко, очень глубоко. Мои люди? Ты имеешь в виду и евреев? Очень гладкая операция. Требовательный ответ. Расскажи мне об этой операции. Сейчас же. Не думай, что я сделаю этого. Расскажи на любезность. Скажи до свидания. Ты думаешь, я так просто уйду? Не смеши меня, старик. Ты запла... Ты заплатишь за их смерть. Ты действительно умеешь, что тебе сейчас сойдет с рук? Мне все сходит с рук. Еще с тех пор, как мне было 12. Как 12-летний может убить? Ты делаешь все, о чем тебя попросит? Ты всегда хороша. Что с тобой стало? Почему ты такой злой? Представляете, мне глупо просто такое, какое есть, идиот. Расскажи мне больше в своем детстве. Отчего ты так обороняешься? Я не обороняюсь. Ты от чего-то прячешься? Что нет? О чем ты говоришь? Ты прячешься за ножом? Ты просто вновь, он маленький мальчик. Острая сталь приближалась, словно судный день. Ты ничего не знаешь во мне. Ты прячешься за ножом? Я... Ну... Нет. Тогда положи его. Я не согласен. Не согласен с этим. Все, меня сейчас убьют. Можешь доказать? Какого? Давай же, сможем без ножа докажи. Или ты настолько никчемный? Сукин сын. Мне не нужно, чтобы задать его по самое но. Ха, старик ты забавный. Думаешь, твой бог поможет тебе и здесь? Возможно, а может нет. Черт. Черт. На 4 года в Бен-Ай-Брид-Ешипской команде по боксу не будут себе знать. О, черт, мужик. С первого раза ты меня, видимо, не расслышал. Бей его, бей. Твою. Сейчас ты слушаешь меня? Отпусти меня, мужик. Выбирай из двух. Ты можешь ответить на мои вопросы. Или я брошу тебя на рельсы. Крутой. Что? Ты сумасшедший. Я ли? Поезд идет. Выбирай. Ладно, ладно. Кто тебя послал? Я. Ответ. Зелик. Зелик? Он близко связан с мафией. Ты знал об этом? Он должен был искать предпринимательства проблемами, как твои друзья Джеки Итона, и свозить их с инвесторами. Инвесторами? Криминальными инвесторами. Он свутал их с мафией? Да, он загнал их долги, но глубоко, чтобы надо нас им оттягать, чтобы вытащить их. Когда они их стали сплотить, меня попросили позвольте саник. Так ты убил Джека Лаудера и Итона Голдберга? Да. Ясно. Что ж, остается один вопрос. Что я должен сделать с тобой? Просто пусти меня. Хорошо. Давайте пощадим. Мы добрые. Не, ну это интересно было. Поезд с грохотом мучался в Миротачью Даля. Джудо Маркова ловит сознание, но живой. Может быть, свой путь здесь ты еще не прошел? Я сделал все, что мог. Я сжалился. Остальное усмотрение Бога. Открытое достижение человек. Настоящий джентльмен. Просто вообще. Пощадил Джудо Марко. Ой, спасибо вам, ребят. Нет, ну это какое-то безумие происходит в этой игре. Я вообще уже не понимаю. Господи, что с женщиной сделали? Она живая? Из-за деревянных панелей двери тянула мрачным холодком. Назовите это интуицией или дерзостью. Назовите это старым добрым любопытством. Я откуда-то знала, что дверь не заперта. Господи, нет. Эй. Миссис Лаудер? Радшри? Ну круто. Тут не с анти-шармом. О картине было что-то такое, нет. Кресла были опрокинуты, стекла разбиты. Следы борьбы были явно очевидны. Сука, этот зелик этот. Еще ничего не было кончено, ничего. Абстрактный искусство, это чудесно, если вам такое по душе. Несколько дурных картин украшали, а стену. Записка? Записка? Шалом, Роббистоун. Очевидно, мой партнер не смог довести дело до конца, так как не связался со мной, как обычно. Мы должны кое-что обсудить. Загляните. Адрес в верхнем и сайте прилагался. Зелик. Я мог бы уйти, я получал зелик. Джека, я разгонял тайну. Моя совесть была чиста. Только недовольные вопли мертвого кричали у меня в душе. Джек. Мне жаль, Джек. Как человек, я желал тебе все счастье и мир. Но как раввин, духовный доставник, из чувства долга, я не мог принять этого. Понимаешь? Джек. Джек. Прости меня, Джек. Прости, что выгнал тебя. Прости, что мои поступки повели тебя этим путем. Я. Я. Возьми себя в руки, Стоун. Это не из-за тебя. У всех есть причины делать то, что они делают. Некоторые из причин благи, в то время как другие, несомненно, злы. Но большинство всегда где-то между. На этот раз мои причины были кристально чисты. Зелик. Я убью тебя. Надо было его убить еще в первую нашу встречу. Ну, нам больше ничего не остается. Ой. Ходите. Раби Стоун, как хорошо, что вы пришли. Ты не оставил мне ни нового выбора, Раби Зелик. Это не совсем справедливо. Мы могли уйти. Я переступил к черту. Ты это умеешь, не так ли? Скажи мне, чего ты хочешь. Лиши этого, Стоун. Ты выйдешь на балкон, посмотришь на этот вид внимательно и долго. Наслаждаясь. Это дорогого стоит. Затем, когда ты основательно подумаешь о том, что верил на тебя седан, ты спрыгнешь. А почему я должен делать это? Что она считает, чтобы спасти ей жизнь? Ты торгуешься своей жизнью? Можешь идти к черту. Нет, Стоун. Твоя премьерность этой Шикси поражает. Но вы мне оба не нравитесь. Я с легкостью могу застрелить ее, потом тебя и затем сбросить тебя с собой из балкона. Я обречу вас сбежать из осложнения. В любом случае, для меня все одно. Думаешь, что тебе все соединет с рук? Стоун, ты понятия не имеешь, чем ты имеешь дело. Это идет гораздо дальше и тебя, и меня. Я не пресендую видеть, что там глубже. Я вижу человека, которому доверен вести свой народ, и которому идет их на смерть. Это не так просто, Стоун. Никогда не было так просто. Мойнь голову из облаков, посмотри вокруг. Так устроен мир. Так ты прыгаешь или придется усложнять? Блин, я не сохранилась. Это капец, я не знаю, что делать. Ладно, давайте, чтобы, ну, вдруг, мне кажется, сразу кого-то застрелить. Давайте скажем, хорошо, мы пойдем. Ты победил, Зелик. Все козыри у тебя. Хорошо, мальчик, быстро учишься. Иди. Я не знаю, сколько он говорит. Start walking. Теперь открой дверь, Стоун. Подожди, есть еще одна вещь. Он перевел посредством меня на Раджи Шеллауна. Прекрати. О, Зелик. Ты. Сукин, ты. Демарко, ты идиот. Мало, что ты провалил задание. Ты пришел сюда, а кто-нибудь шел за тобой? Мне нужны мои деньги. Хочешь того, чего заслужишь? Хорошо. По башке ему дай, пока он... Блин. Что, ты хочешь сказать, что он не заслужил этого? Я бросил такой результат на Раджи, я чувствую, что он был на волоске. Он заслужил свою службу. Теперь шевелись, меня отошли из кровопролизия. Блин, я что, сдохну, что ли, реально? Я хочу остановить его. Потом переиграй, если что. Я... Сможешь, Стоун. Ты накрою. Теперь умри, сдастся на своей прыгай. Видимо, я не понимаю, это... Это никогда не помочь мне. Ну, чего ты ждешь? Просто нажидаясь видом. Передумал, определись. По полю упал мне в левую руку. Боль вспыхла, словно сверхновая звезда. Твоя правила надо раздражать. Прыгай. Я еще хочу. Все, сейчас. Сосай-кудасай. Из-за потери крови я не мог удержать пистолет. Он заскалит с пальцев, как таящее масло. Ты... Ты... Мамзер. Ты ничтожество. А я Бауксом-то занимался. Хочешь ли меня снова, как обычного уличного панка? Он был старый, очевидно, не так силен, как я. Но эти две пули давали себе знать. Я Мазелик. Я возглавлял в крупнейшую юбилейскую синагогу на Манхэтте на 10 лет. Кто ты, малыш Раби? Бей его, бей. Как ты думаешь, кто я? Так поступает Равин? Вот как поступает весь мир. Ты называешься евреем? Ты называешься героем? Как ты сможешь... Как кто-то мог уважать его? Как ты сможешь пристать перед Богом, зная, что ты наделал? Бог знает больше, чем кто-либо, как стольный. Он меня, наверное, понимает. Ты счастлива в жизни, Дек? Да. А ты? Думаешь, ты сможешь победить? А ударить могу? Блин, он побеждает. Блин, я мимо все. Так, это правильно, Луэлла. Блин, все то же самое. Ага, так, бог не понимает. Дюймовый. Ага, так, нет. Сมир worship. Блин, я желаю тебе отдаю. О adapter, яosу. Блин, почти побеждали же Блин, мы так вы проиграем Так, еще что-то надо И последний надо Че не осталось? Все, мы его убьем сейчас Зелик, все кончено Тебе есть что сказать за себя? Маслотов, Роббистоун Я аплодирую тебе Зайдите знак Долли Код, дорога восстает Что я только что сказал, Зелик Я по имени Джека Лаудера Очень хорошо помню Он пришел в мой офис 8 лет назад Он успевался жениться Но кажется, что его сионистский свиноголовый раввин был против этого Ох, чего только он тебе не говорил Представь мое удивление, когда ты показался мне в офисе Весь обзаклад, ты был шокирован Я немного довел справки о тебе Все эти годы, так и не буду научиться с ним на компромиссы Компромиссы? Компромиссы? Юристский народ немедленно вымирает Тесять лет мы боролись, чтобы иметь свое место на планете Ты говоришь о компромиссах? Как раввина, я сделаю все, что смогу, чтобы помочь Если нужно отказаться заключить межконфессиональный брак Так тому и быть Я еще могу смотреть на себя в зеркало и назвать себя раввином Зерек, что ты такое? Никто, обычный преступник, решающийся с гангстерами и убийцами У каждого свое место в большой машине стоун А ты? Ты всего лишь маленькая скрипучая шестеренка Так пожи свои зубцы и дай мне уйти Я знаю, у тебя кишка, ты не можешь сбросить меня Эм Ну, я не хочу по-жесткому Я его с ног сбил Пусть живет, гад Этого он убил Роджи все еще была связана с кляпом во рту Ее глаза сияли от облегчения Я быстро развязал ее Все кончено? Все, миссис Лаудер Оставим раввину зерега полиции Вы выранены? Вы из крови Все будет хорошо, миссис Лаудер Хорошо, вас подстрелили Все в порядке, давайте просто уйдем отсюда Хорошо, ладно Если вы так говорите Не, ну прикольно Блин, экшен какой-то раввинский Было прикольно, конечно Это знаете, мне напоминает Monkey Island Вы уверены? Я в порядке, мисс Лаудер О, спасибо So cute Вообще, это так мило Такие достижения дают Как бы, ну прикольно, что придумал И никто не пришел к нам Даже после этого, понимаете? Прошли недели Да, Джека пришел по почте И теперь я мог расплатиться По всем долгам Благодаря анонимному звонку Полиция взяла Ама Сазилига Прежде чем он пришел в сознание Он даже пытался сказать им Что это я напал на него Но, к счастью, Рашри Свидетельствовал мою пользу Назад крути Новая неделя, новый шаббат Изменилось ли меня что-то? Не совсем Спасибо, Кантер Каплан Нолги продолжали копиться Но пока оставались деньги Джека Проблемы не были Что потом? Лучше не думать Неужели только в периоды боли Мы, Фрае, простить Божьей справедливости? Сколько же боли должно случиться Чтобы справедливо поднять вопрос Почему плохие вещи случаются С хорошими людьми? Сколько же боли, я понял Бог может быть не справедлив Мы можем не всегда чувствовать связь с Ним Чувствовать себя одинокими И часто чувствовать Но основная истина нашей жизни В том, что связь есть всегда Чувствуем мы ее или нет Применимаем мы ее или отрицаем Она здесь И пока мы связаны Мы несем ответственность Но это очень мило Борясь за добрового Так, как мы придаем нашим жизням смысл Может быть, нет ответов В конце концов Мы можем так никогда не узнать Эту неловимую правду В конечном счете Мы можем найти что-то еще Смысл, значение и свершение Если это так Может быть, этого и достаточно Милости, вы боже Я надеюсь, что этого достаточно Блин, ну это милая игра, да? Ну, такая прям ламповая Такая душевная Не знаю То есть, ну, как бы У Розы было немного другое Вот это настроение Мне прям понравилась игра Прям, не знаю Шива Дэйва Гилберта Сейчас посмотрим, кто кого Озвучивал Если тут такое есть Велеслав Иванов Что? А, ну понятно Все Отключили игру Конец игры, ребята Конец прохождения Отлично просто Ну, я думаю Сцены после титров Там не было Мне кажется Или была Мне кажется, не было Блин, игра классная Мне понравилась Пишите, как вам Будем играть в другие игры В Аджета и Геймс Которые я еще не прошла Я думаю, они будут тоже клевые Но это прям очень клевое Ну, прям Очень милое Такая Знаете, ну прям Ну, вот как Блэквелл А для меня это Очень хороший показатель Как Блэквелл Если Я хочу зайти В приколы Подождите Даркн Терминатор Вот это меня интересует О, господи Франциска Концальс кого-то озвучил Подожди Он Раби Стоун Озвучивал, что ли Я правильно понимаю? О, боже мой Не, ну это классно Вот это Как и в первом Блэквелле было Не знаю Это только лампа Вот это все Ну что ж С вами была морская сенья И замечательная игра Шива Кошерный Эдишн Мы увидели розочку Это была Искренняя радость Моя Потому что Ну все Как бы ее история закончена Это было очень приятно Ее увидеть снова Жду ваши комментарии Лайки И подписку С вами была морская сенья Всем удачи Хорошего настроения И увидимся дальше Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok